Трагедия в Кемерове стала причиной массовых проверок торговых центров по всей стране. В Чите на сегодняшний день под пристальное внимание специалистов попали шесть крупных точек. О том, какие результаты дал нежданный визит экспертов, рассказали на расширенном совещании. В зале администрации, представители прокуратуры, МЧС, пожарные и предприниматели. Уважаемые коллеги, мы не должны ждать этих проверок. Сейчас много началось поступать звонков, обращений, проконсультировать. В прошлом году мы проводили публичное обсуждение. Юрий Михайлович присутствует, представитель суполномочного по правам предпринимателей. В прошлом году четыре раза проводили публичное обсуждение, в том числе с приглашением ВАЗ. Там открыто заявляли, что органы МЧС готовы к конструктивному разговору, готовы к консультации. Если где необходимо, провести практическую эвакуацию с инструктажом, с практическим показом использования первичных средств пожаротушения. За данный год всего один человек обратился. Всего один человек обратился. Вот что касается вашей ответной реакции на наши предложения. Выступление представителей МЧС стало самым эмоциональным. Антон Маркелов не мог скрыть своего негодования. Из проверенных торговых центров города нет ни одного, где сегодня отдыхать безопасно. На стенах висят огнетушители, не способные справиться с огнем. Материалы для отделки вовсе не слабо горючие, как это должно быть. Выяснилось, что сертификаты материалов в некоторых магазинах поддельные. Они попросту напечатаны на принтере. В подсобных помещениях настоящая свалка. А это значит, что из детского кафе, игровой комнаты и кинотеатра Читинцы тоже могут не вернуться домой. Во всех торговых центрах пути эвакуации захламлены. Все проходы загораживаются различными товарами и так далее. Все говорят, у нас не хватает времени. Вроде бы, как если мы ходим по магазинам, в залах все красиво и так далее. Заходишь в любое подсобное помещение, там просто ужас. Такое чувство, я не знаю, там все загромождено. Как там работники? То есть она сидит бедненькая, над ней в 50 коробок стоит. И вам не страшно? Да нет, ничего, я отсюда выполз. Все проходы загромождены. Дверь эвакуационных выходов во всех торговых центрах, не оборудованы запорами, везде замки. Еще мне нравятся и петли наваривают, да, для того, чтобы там грязной замок, да еще надо сверху и навесной. Потому большие вопросы возникли у сотрудников МЧС к специалистам по пожарной безопасности и к охранникам. Последние выполняют роль сидячей куклы, потому что даже не могут вспомнить номер телефона пожарной охраны. Один из них назвал 911, а ведь это номер службы спасения США. Такие же бдительные охранники были и в Кемерове. Они просто сбежали, а взрослые дети сгорели заживо. Скажите телефон пожарной охраны. Я не помню, я не знаю, я забыл и так далее. Если ему инспектор задает вопрос, либо прокурор, и он волнуется, а что будет при пожаре? Это говорит о уровне подготовки и о вашем выборе этих предприятий. И так это на всех объектах. Это те люди, в принципе, да, которые, наверное, самые главные там, которые отвечают за безопасность. Телефон пожарной охраны 101 редко кто назовет. На горячую линию регионального МЧС обрушился вал звонков от сотрудников разных магазинов. К примеру, в одной из пекарень Читы сотрудников вовсе запирают в здании снаружи. Конечно, мы приняли сообщение, к нему мы съездим. Это о чем? Говорю, просто руководители своих подчиненных и работников элементарно запугивают. Если вы куда-то сообщите, я вас уволю. Вчера был просто, сегодня продолжаются звонки, все начали жаловаться, обращаться, помогите, спасите. Дальнейшие проверки в Чите будут жесткими и доскональными. Какие еще точки ждет визит особой комиссии, не сообщается. Известно, что спрашивать будут с каждого. И своеобразного экзамена на профпригодность на этот раз не избежать никому. Дарья Юринская, Николай Шунков, ЗАПТВ.